Ну, вы против, чтобы я перешел в Зенит? Субтитры сделал DimaTorzok Ну, я прошел полностью подготовку предсезонную и отыграл 6 матчей, так что текущая форма хорошая, нужно немножко адаптироваться в плане взаимодействий, да, но для этого есть время, а дальше уже все зависит от тренерского штаба, то есть как они посчитают нужным, я на 100% готов. Вы отлично знакомы с российским футболом, я имею в виду премьер-лигу, поиграли несколько лет в Краснодаре. Можете сравнить португальский и российский футбол с точки зрения именно вратарского дела? Это всегда сложно, на самом-то деле, да, там есть разные подходы и это нормально, что там лучше, хуже, это сложно говорить. Есть свои нюансы и они отталкиваются от требований вообще футбола. Он отличается, конечно же, российский от португальского, португальский от российского. И так у нас заведено, так у нас, по крайней мере, складывается. Конечно же, долгий довольно-таки разговор, начиная от того, что там более открытые, более с мячом играют большинство команд у нас в чемпионате, это по-другому. То есть можно долго рассуждать, почему это так и почему это, там, какие-то нюансы там по-другому. И, соответственно, и требования к квартарям от этого тоже меняются и отличаются. Так что, ну, ничего такого кардинального я не вижу. Станислав, а почему все-таки решили поменять теплую Португалию на такой довольно-таки прохладный Питер, где вы были в Португалии, собственно, первым номером, а здесь конкуренция будет серьезная, Михаил Киржаков пока что, наверное, первый номер. На что рассчитываете и почему, собственно, выбрали «Зенит» вообще? Ну, первое. То есть сейчас посмотрим, как будем складываться ситуация в клубе. Я уверен в своих силах. Конкуренции не боюсь. За счет конкуренции мы становимся лучше. И дальше будем работать, прикладывать силы максимальные для того, чтобы помогать клубу, чтобы показывать все свои сильные стороны. Почему поменял? Ну, вы против, чтобы я перешел в «Зенит»? Интересно. Почему? Ну, не все завязано на погоде и Европа, не Европа. Если брать Санкт-Петербург, то можно сказать, что это самый европейский город, наверное. И погода – это, наверное, одна из маленьких минусов, может быть, города. Но если брать другие… У этого города есть другие плюсы. И те, которые нет в Европе. Ну, я все-таки россиянин, да, как-никак. У меня здесь сейчас семья. Это самый большой клуб, наверное, сейчас в России. Да не, наверное, так и есть. В последние годы это он доказывает. И я еще раз повторю, конечно же, для любого футболиста большой вызов. И перейти в этот клуб, когда появляется такая возможность, честь, за него выступать. Может быть, еще Лига Чемпионов, потому что пока что у вас только один матч. И, конечно же, тут много очень нюансов, которые способствовали этому переходу, и это в том числе. Посмотрите еще, а может быть, сборная тоже, потому что я помню, как английский наши, кто играл в Англии, в какой-то момент возвращались в Россию, как раз таки с прицелом на то, чтобы быть на ряду. Виталий Тальчкофанов говорил, что вы, как бы, в том числе на вас тоже рассчитывают. Может быть, по поводу сборной тоже? Ну, мое мнение, конечно же, Зенита легче попасть в сборную, чем с моего прошлого клуба, с Португальской лиги. Тут, может быть, я не совсем прав, но есть такое ощущение. По крайней мере, конечно же, я тоже об этом думал, что выступая за Зенит, есть все шансы и предпосылки вызываться в сборную. Вопрос о контракте. Если я правильно понял, 1 плюс 1, то расскажите, пожалуйста, о схеме этого контракта. Почему именно так, 1 плюс 1? Ну, есть там тонкости и нюансы контракта. Они, в принципе, наверное, неправильно будет их разглашать. Но могу вас заверить, что на 99%, то есть это 2 года, просто мы так сделали. И есть, опять же, нюанс, могло быть больше, но я, наверное, посчитал, так будет правильно. Зенит внес вас в заявку на Лигу чемпионов и, значит, соответственно, рассчитывает вас и в этом турнире. Зенит – единственный представитель в группе. Чувствуете ли вы ответственность какую-то дополнительную перед питерскими болельщиками, вообще перед всеми российскими, кто следить будет за единственным клубом России в Лиге чемпионов? Да, конечно. Естественно, я и вся команда, я уверен, чувствуют эту ответственность. Потому что, ну, наша армия болельщиков самая большая в России. И это, естественно, чувствовать ответственность, выступая в таком турнире. И мы приложим все усилия, чтобы выглядеть нам достойно. Что вам дали годы в Португалии? Ну, если коротко, понятно, что можно долго об этом разговаривать, но если вот сжато. Это опыт, любой опыт. И годы в Португалии, потом в Краснодаре, потом возврат в Португалию. Это на самом деле всегда, когда проходит какой-то этап, ты взрослеешь, набираешься опыта, мудреешь и с профессиональной точки зрения, и с личностной, и понимаешь, что какие-то вещи, может быть, ты бы изменил и поменял, и действия бы какие-то другие применял раньше. И здесь в том числе ты проходишь школу, разные клубы, разные тренера, разные условия. И ты подстраиваешься, становишься лучше, если правильно к этому относиться. И с каждого момента и опыта можно взять нужно, брать важные моменты, которые помогут тебе в дальнейшем. Если можно, да, я сегодня вопрос. Скажите, пожалуйста, как долго вы думали, сколько времени прошло с момента поступления предложения и принятия вами решения? Как долго я думал? На самом деле это все быстро произошло, был звонок, мы обсудили вопросы, заинтересован ли я, я сказал, что заинтересован, и дальше уже были нюансы по контракту, по переходу, и которым мы обсудили. Ну и ждал, то есть, конечно же, зависело от ситуации, от как клуб, в каком виде меня рассматривают, да, и в каком статусе, и все остальные нюансы, и мы обсуждали, и от этого зависело, то есть, окажусь я здесь или нет.